От работы катков и асфальта укладчика здесь в прямом смысле дрожала земля. Специалисты, тщательно исследовав этот участок дороги, сделали вывод. Простым ямочным ремонтом уже не обойтись. Поэтому решили укладывать выравнивающий слой асфальтобетона с последующей поверхностной обработкой. Дорожники говорят, удалось даже немного сэкономить. На ремонт этого участка всего было выделено порядка миллиона рублей. Мы в эти деньги укладываемся. И вот то, что сейчас распоряжением правительства было принято решение о централизованной закупке дорожно-строительных материалов, это привело к тому, что у нас пошло небольшое удостоверение работ дорожных. И за счет этого мы сможем сделать большие объемы, большую протяженность дорог. По словам начальника управления дорожного хозяйства, это первый в текущем году серьезный ремонт дороги. До этого, к сожалению, погодные условия мешали реализовать давно задуманные планы. Дело в том, что для укладки асфальтобетона нам все-таки нужна среднедневная температура свыше 20 градусов. А как вы помните, температура ночью падала до 15-12, днем она поднималась до 25, то есть среднедневной 20 не было. Вот как раз сейчас у нас установилась такая погода, что мы можем производить работу. Такой же ремонт планируется осуществить еще на двух трассах. Это автодорога Брест-Кишинев-Одесса, там должны отремонтировать участок длиной 3 километра. Также в порядок приведут трассу Спея-Бычок.